шоколад тоннами уже тоннами смотрите видите идея простая много-много шоколада белого с сублиматами вот это просто супер идея смотрите мы вам все показали готово все есть видите вот картон золотой я напомню пакетики вот они со скотчем замечательные подложки режем из картона формы сублиматы вот вы не поверите кстати говоря вот мы открыли у нас стояла эта полка почти полная вот это и вот смотрите раз 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 и все почти раскупили осталось понемножку скоро будем еще делать формы для этой шоколадки где только что стояли в холодильнике стоят сегодня сделали шоколад пришел лимон и апельсин делали лимон и апельсиновой версии димка приехал из екатеринбурга че делаешь слушай вот был как раз в екатеринбурге там проходил sunday up market и мы в нем участвовали выходного дня там хендмейдеры различные выставляют там кто во что гораст и мы в общем там участвовали понятно с тем ну да ну ты знаешь как бы мы сделали такие выводы что мы не очень успешно там поучаствовали дело в том что очень большой ассортимент плитки шоколадные фигурки фонтан шоколадные что там нас еще было печенье ручную работу в общем нас стол был завален полностью товарами а продаж таких успешных не было и буквально там этажом выше стояла девчонка на торговала орешками которые были закарамелизированы и с корицей по 100 рублей называется у него кайф пакет интересный пакет кайфа да пакет кайфа пакет кайфа значит по 100 рублей по 100 рублей по 100 рублей у меня как бы эта мысль развивалась развивалась и у тебя на развивалась развивалась в общем она вот в общем давай закристаллизуем шоколадные шашлыки вот в чем суть смотрите пока его не было я развивал развивал да развивалась благодаря нашему новому другу человеку который шоколадит и сахарватит где? В парке Горького в Москве. Вот, так вот смотрите, он приехал и сказал, мне нужны шоколадные фонтаны. А мы ему сказали, шоколадные фонтаны на улице, друг, не Камильфо. В общем, мы обсуждали, обсуждали и поняли, что ему нужна наша ванна. А потом он сказал, парни, но ванна на улице, это будет некрасиво. У вас есть к ванной же крышка только, да, вот такая. Смотрите, какую мы штуку купили. Дима, открой. Слушай, давай движи к делу. Короче, идея сводится к следующему. Для того, чтобы успешно торговать на каких-то открытых мероприятиях, либо в парках, либо просто на каких-то выставках, выставках хендмейдеров, нужно очень простой, четкий товар с очень понятной ценой. Согласен. Мы примерно прикинули, что рублей 150, ну, может быть, или 200, это нормальная сумма, с которой человек расстается очень легко. Ну да. Согласен? Да. Вот, и как бы, ну, нужно, чтобы это еще как бы выглядело так основательно, что платишь 150 рублей, понимаешь, что берешь вещь. И, собственно говоря, шоколадные шашлыки, шоколадные шашлыки, кому шоколадные шашлыки? Штучка 150 рублей, в кучке 4 штучки, шоколадные шашлыки, вкусные шоколадные шашлыки. 50 грамм фруктов, то есть даже если в среднем взять 100 рублей за килограмм, чего, конечно же, быть не может, это получается 10 рублей себестоимость фруктов только. Ну, пускай там шоколады еще, ну, округлим в большую сторону, на 5 рублей. 15 рублей себестоимость. Вот сколько с шоколадом это будет? Сколько шоколада примерно? Грамм, как думаешь, 20, наверное, до максимума? Слушай, ну, там 20. Ну, ты знаешь, в общем... 20 грамм шоколада это 6 рублей. 15 рублей себестоимости это предел. Вот этого шашлычка. Ну, хорошо, еще аренда там и все такое. Скажи мне, вот со всеми, со всеми расходами мы на сколько уложимся? Рублей 50 максимум, да, ведь? 50, ну, это... Ну, это просто предел. Это предел пределовский. Это, если учесть, что ты будешь на такси ездить, на мероприятие... Ты что, смотрите, не темперирую. 40, 44 градуса. Никакого темперирования не надо, просто теплый шоколад. Так народ же и просил, смотри, как легко готовить. Так ты пойми, что если это домой забирать, домой забирать, он посидеет не раньше, чем через 3-4 дня, реально. Да никто и домой его забирает. Да никто домой забирает, нет. Ну, как бы. Я скажу, блин, такой вкусный шоколадный шашлык, я возьму домой, жене и детям. Можно, кстати, подавать, ведь его действительно для дома, если использовать вот такие вот ланчбоксы. Вот такой же ланчбокс, можно двойной, смотрите. Да, вот так вот, раз. А можно, знаете, есть такие ланчбоксы для хот-догов. Узкие. Сереж, Сереж, смотри, еще очень, что, что немаловажно, готовить очень быстро. Смотри, оп. Да. Сахарную вату вертеть, а тут дольше. Сахарную вату реально дольше вертеть. Ну, и плюс ко всему, я думаю, успешность этого проекта заключается в том, что это необычно, это самое главное. К сахарной вате уже привыкли все. Ну да. Такого еще никто не видел. Все это мы продали с собой, это мы подали клиенту. Итого мы сделали товар уже на 450 рублей. Что еще приготовим один шашлычок? Слушай, вот скажи мне, а вот ты потом эту крышку закрыл, надо, знаешь, надо ложку какую-то, которая с зацепом, то есть вот такую ложку, которая... Причем, знаете, что прикольно? Вот фонтаны, фонтаны, а когда мы с ванной работаем, у нас есть поверхность вот эта. Мы сюда можно наклеить красивую картинку полноцветную. Да? Скажи. Можно. С логотипом каким-нибудь там. Разработать шоколадная фабрика какая-нибудь там имени Крупской. Вот. Смотрите, целая ванна шоколада. Мы можем шоколадную в эту ванну. Смотрите, прикольно. Нет никаких движущихся частей. Все очень просто. Закончили работу, спокойно ванну выключили, ушли. Или поставили ее в режим там... Зачем нет, ее выключать не надо. Слушай, ты знаешь, сколько ванна-то потребляет электроэнергия? Ну, 350 ватт в час, наверное, да? Какие 350 ватт? Она меньше, чем лампочка электрическая употребляет. Это принцип нагрева, потому что нас используем правильно. Да, около, по-моему... То есть, знаете, низкое энергопотребление, нет никаких движущих частей. Так? Что еще у нас? Какие большие плюсы? В общем, одни сплошные плюсы на самом деле. На самом деле цена очень большой плюс. Давай сюда. То есть, такую ванну можно купить, если брать ее для подобных мероприятий буквально. Ну, мы посчитали. Наш друг взял 60 килограмм шоколада, и за два дня у него они кончились. Он продал полторы тысячи порций в день, да, получилось у него во время День защиты детей. А это значит, что полторы тысячи порций в день, это 150 тысяч в день, фактически чистой прибыли, если считать по... Нет, грязной. Да? Нет, чистой. Все, по 100 рублей, если мы с каждого зарабатываем, то получается тысяча порций в день, это 100 тысяч рублей. Ну, немало, в общем. Вообще нормально. Можно свой Porsche Cayenne забрагать. В общем, встаем в парке летом, и зарабатываем деньги. Много денег. Лен, хочешь шашлычок, шоколадный? Конечно, хочу. Иди, возьми, дай тебе шашлычок. 150 рублей с тебя, Лен. Причем, смотрите, можно посыпать его... Деньги давай, деньги давай. Ай, я тебя люблю. Можно, 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 можно посыпать его вафельной крошкой, кокосовой стружкой, чем угодно. Смотрите, если взять вот такие вот еще маленькие гастроемкости, вот они вот тут вот у нас лежат. Так как мы тут темперировать особо не собираемся, берем три гастроемкости, ставим их вот так вот рядом, наливаем воду, получается водяная рубашка. Темный, молочный, белый. Карамель, например, можно водно запекать. Хорош всем рассказывать. Это потрясающий бизнес. А то сейчас все им займутся, и нам с тобой ничего не останется. Давай, выключай уже эту пятницу. Пойдем уже заработаем свой миллион шоколад. У вас не хватит шоколада, чтобы всех обеспечить. Тем более. Давай, выключай, выключай. Крышка, кстати говоря, не думайте, больших денег не стоит. Две тысячи всего стоит такая офигительная крышка. Я сейчас тоже хочу эти клубники поесть. Сделай мне шашлычок. А, вон, вот, все. Все, подожди. Я что-то хотел людям рассказать очень важное. Давай все еще надо. А, палочки, палочки. Метры покупаем, это палочки для шашлычков. Да? Обычные. Чего еще мы не сказали? Не обязательно метры брать. В любом есть чувство. Палочки, все понятно. Слушай, мы сейчас опять наснимаем на 30 минут. Смотреть будет опять длинно. Все, мы по сути сказали. Хороший, давай, выключай. Погоди, погоди, погоди. Чего-то я еще хотел рассказать. Да подожди, что-то у меня какая-то мысль была. Важная. Еще один ролик. Конечно. Снимем. Ты что-то рассказал, Сереж, выключай. Ага. Это соответствует образу. Выключай, сейчас еще один ролик снимем, если ты что-то хочешь снять. Хорошо. Если мы возьмем... Где она? Ложку. Где-то была такая большая-большая. Синюю ложку. Коричневую. Или желтую, лучше. Фен. И подуем на ложку. Та-дам. Все. Физически получается решение. Найдено. Ложка для шоколадных шашлыков. Итого. Надпись. Шоколадный шашлык. Два человека. Один режет. Надевает. Кладет кучку. Второй окунает. И продает. Слушай, давай бюджет. Ура, товарищи. Серега, давай бюджет посчитай. Давай. Еще ванна 32 тысячи рублей, да? Для того, чтобы стартануть. Ну, крышки еще две. Две тысячи. Так, ванна. Крышка. Ну, там тысяча всякой ерунда. Там ложки поварешки. Короче, 35 тысяч того вложения в оборудование. Тысяча. Прочие. Прочие. Так, и что нам еще надо-то? Ну, в принципе, все. Ну, столик может быть какой-то, да? Ну, три тысячи в день давай заложим на аренду. Ну, столик давай, да. Столик на колесиках, знаешь, в Икеа. Вот помнишь, какой у нас столик-то? У нас где столик этот? Где он? А, он у меня там стоит. В этой ценности. В кладовке. Ну, давай пятерку на столик еще закинем, да? Ну, давай. Тысяч. Столик. Давай еще рекламу заложим. Обклейку еще. Ну, обклейка, да. Давай еще пятерка, давай. Еще максимум максиморум. Еще пятерка. Пятерка, реклама. Ну, реклама это называется. Стартап, да, там. Купить одежду, спецодежду, надо купить куртку, высокий колпак, с надписью шоколадировал. 4, 5, 45 тысяч. То есть, 45 тысяч рублей. Это вложение, а, шоколад еще. Ну, шоколад нет, шоколад это материалы уже. Это материалы. Ну, подожди, значит, 45 тысяч это, как это, постоянные или какие-то... Это первоначальные расходы? Первоначальные. Ну, то есть, стартапные расходы. Неизменяемые расходы. 45 тысяч рублей. Да. И на первый закуп, то есть, 45 тысяч нам для того, чтобы купить оборудование и прочее. Ну, 20 килограмм шоколада, давай, полную ванну зафигачим. Так, 20 килограмм шоколада. На 300 рублей. Умножить на 300, 6 тысяч рублей. Шпажки, фрукты. Фрукты ты на сколько купил сегодня? Давай, давай вот так вот, смотри, фрукты посчитаем. Мы если рассчитываем... Давай просто посчитаем, рублей по 100 за килограмм усредним, потому что куплика дорогая, да, как бы, все остальное дешевле. То есть, 100 рублей. Ну, пускай будет тоже килограмм, это, 10, да, фруктов? Ну, да. 10 кг умножить на 100, получается 1000 рублей. Слушай, давай купим фруктов на 4000. У нас шоколада больше, чем у этих самых. Давай. Давай. 40 килограмм фруктов. 40 килограмм фруктов. И... Возьми красный карандаш, ничего не видно. Слушай, и на такси поедем, да? Ну, на такси поедем, да. 600 рублей на такси. 1000, туда-обратно. 1000. Пускай мы на хорошем такси, на Mercedes, знаешь, есть такие такси. Да, да, на лимузине. То есть, 2000. Штука туда, штука обратно. Хорошо. И логистика. То есть, фрукты, шок и логистика. Логистика. Две штуки логистики умножить на 1000 равняется... 2000. Так, давай сразу зарплату заложим. Мы взяли маму и бабушку, поставили зарплату. Нет, ты знаешь, не маму и бабушку. Хорошо, другая по другу. Подожди, нужно говорунов, нужно студентов. Таких вот хороших, качественных студентов, которые бы... Шоколадный... Слушай, слушай, давай, подожди, давай с аренды начнем. Мы с тобой выяснили, что в среднем, если вставать на какую-нибудь выставку-ярмарку, да, с большим трафиком, то можно заплатить 10 тысяч за 3 дня, если вставать там последнюю секунду, правильно? Это реально. Условно говоря, 3000 в день можно предлагать за такую... Ну, то есть, аренда, предположим, 3000 в день. 3000 в день на 30 дней, да, ну, давай, вот, да, аренда в день посчитаем. Предположим, мы продадим 20 килограмм шоколада и 40 килограмм фруктов. Аренда 3000. Так, из ЭП сколько? Ну, 2 человека. Давай пусть они там... Ну, нет, штука мало. Штука в день это мало. Ну, у нас лаборанты столько в день получает. Ну, 2 штуки. Давай, 2000 рублей. Полтавра. Нет, 2, они же много будут работать, долго, они рано утром приедут, поздно вечером... Давай, заложим, чтобы мне обидно было, 3000 рублей в день, 6000 рублей зарплата. 2 чел, по максимуму считаем. Давай. 2 человека на 3000 рублей. А 3000 в день? Ничего себе, может быть, я пойду туда работать? Ну, пойдешь, пойдешь, да. Давай, 3000 рублей. 6000. Предположим, что мы с тобой, да, вот на всем, на этом безобразии. Давай мы 10 килограмм шоколада сделаем на 40 килограмм фруктов. У нас же, ну, условно говоря, всяко меньше ведет шоколада. Ну, давай. То есть, у нас тут получится 3000 рублей. 3000 рублей вот тут и 10 килограмм шоколада. 10 килограмм шоколада. На 40 килограмм. Вот смотри, у нас получается на 100 грамм фруктов, да, 25 грамм, 25 грамм шоколада. Ну, все примерно правильно. Вот мы день работаем. Это у нас дневные затраты. Вот, 18 тысяч рублей, это дневные затраты. Дневные затраты. Теперь считаем, 40 килограмм, ну, давай зафиксируем. 45 постоянные, смотри, первоначальные, да, первый раз. 18 тысяч, это тратим условно горячей. В день, да. Ну, мы так легко, конечно, заложили. Вообще много, ну, да. Будет меньше, конечно, можно сэкономить на чем. Разве меньше, я думаю. Так, давай, давай считаем. У нас с тобой было, подожди, давай напишем старую цифру. У нас с тобой 60 килограмм общая масса продукта, правильно? Да. 40 плюс 10. Ну, 60, да, то есть 60 килограмм. То есть 60 килограмм. 40 плюс 10, мы 10 килограмм же взяли из шоколада, а не 20. 50. 50 килограмм, значит. 50 килограмм, это получается у нас 50. Смотри, 50 килограмм, это получается, сколько порций давай посчитаем. 50 тысяч. Нет, 50 килограмм, это 50 тысяч грамм, правильно? У нас 50 тысяч. Дим. 50 тысяч грамм. Смотри, у нас 50 килограмм общим вес продуктов. Да. Это 50 тысяч грамм, вот для ленивых, для нас с тобой. 100 грамм. У нас 100 грамм с тобой порция, да? Тыц-тыц, это 500 порций. Хорошо. 500 порций умножить на 150 рублей. Это получается 75 тысяч выхлоп. Ну да. То есть 75 тысяч рублей, это оборот. 75 тысяч рублей оборот. 18 тысяч рублей затраты. То есть сколько это получается? 500 порций в день, ну пускай будет у нас 10 часов, да? 10 часов. Это получается в час. 50 порций. 50 порций. Одна порция в минуту. Одна порция. Ну то есть хорошо заработать много. Да, трафик большой. То есть одна порция в минуту, одна порция, одна порция равно одна минута. Ну то есть много работаем, 75 тысяч вал и минус 18 тысяч, которые мы сюда заложили. Давай разделим, давай разделим. Давай скажем так, что у нас с тобой 75 тысяч не получается, 500 порций. Хотя ты знаешь, если человек в парке Горького умудрился полторы тысячи порций продать, правильно? Да нет, 500 нормально, можно продавать, мне кажется, 500 порций. Ну да, ты можешь в принципе делать, 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 а кто-то сразу отдает, отдает, отдает. 500 порций, подожди, и сколько у нас получается? Минус 18, это получается... Короче, друзья мои, мы примерно, на самом деле, на 100 порциях, 100 порций продали, вышли в ноль. Так ли? Да. Все, что дальше, чистая прибыль. 58 штук, теоретически, если хорошо работать, по полутиннику можно в день зарабатывать. Ну да. Это при том, что мы с тобой затраты ежедневные... Но затрат все равно немного, затраты, мы снизим их до 15 тысяч, предположим. Затраты даже меньше, реально, я думаю, что меньше, мы там так лихо наокруглялись, что... Да, мы там зарплату задрали, все задрали. В реальности все будет меньше, даже в общем, ну в общем, картинка реально, полутинник зарабатывать можно в день. Полутинник в день, да? Ну неплохо, да, согласен. Два дня, соточка, все, пять дней отдыхаем. Суббота, воскресенье поработали? В общем, если три недели поработали, да, и все, все удачно за два дня, пятница, суббота, воскресенье, предположим, да, мы зарабатываем 100 тысяч в неделю при хорошем раскладе, да? Это что у нас получается? Ну, 1150... 1150 в месяц. Да, нормально. Ну, слушай, нормальная математика. Давай сегодня в эти выходные попробуем? Да. Поедем, попробуем. Друзья, мы проверим теорию практикой, а то все говорят, что вдруг вы там напридумывали бизнес, да, обманывайте нас. В общем, я завтра поеду в Коломенский парк, попробую. Если у нас получится, если у нас получится, мы покажем вам видео прямо, попробуем. Все, я завтра в Коломенский парк съезжу, попробую узнать, что там, как там с лендой, может быть, нас... Давай. То есть, мы сделаем, друзья, мы сделаем демку, и как в нормальном телешоу, покажем вам, как это бывает в реальности. Ложка, ложка, Дима, смотри. Ложка. Я показал. Да. В первом фильме она была прямая, во втором фильме... Она уже правильная. Она уже загнутая. Ложку, ложку, ложку мы дадим вам бонусом при покупке ванны в шоколаде. Я только хотел сказать, что прямую ложку даем бесплатно, ложку загнутую продаем за 3 тысячи рублей. Ну ты нагло эту морду. Все, пока, товарищи.